Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Я воспитывала дочь без отца, помогала бабушка, бабушку она любила, любила всегда больше меня. Я обеспечивала семью, бабушка умерла от тяжелой онкологии, я до сих пор себя обвиню, что не смогла ничего сделать, помочь ей. Сейчас я уехала работать за границу, приехала предположительно на месяц, но задержалась на три. У дочери уже есть парень, ему 21 год, они хотят пожениться. Теперь она очень злится на меня, что я не уезжаю и им мешаю, хотя живут в моей квартире и на мои финансы. Мне так обидно и больно, что я сужаю теперь дома. И дочь ненавидит меня за то, что я ей помеха, а мне 57 лет, что же теперь не жить, спрашиваете вы. Ну я думаю, что ответ здесь очевиден, конечно же жить. Вот, вопрос в том, наверное, только как жить вам, да? То есть, я думаю, что, ну вопрос заключается в том, как вам жить конкретно. То есть, как вы хотите жить, как вы будете жить. Вот, что, пожалуй, важно здесь. Поэтому, если вы хотите в себе разобраться, то, в принципе, это можно сделать. И так, я воспитывала дочь без отца, помогала бабушку. Помогала бабушка, бабушка она всегда любила больше меня. Смотрите, здесь вы как-то вот про то пишете, как мне кажется. Кажется, вы как-то здесь пишете про то, что вот я все время, там, ну, грубо говоря, старалась, да, все время старалась что-то делать. Что-то для дочери своей, а она как-то вот все время любила бабушку. То есть, как-то я вот стараюсь, 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 да, ну, все время, например. А как-то все равно любит не меня. Понимаете, да? И это, конечно, очень, ну, это действительно очень болезненный момент. Вот, потому что, ну, это действительно тяжело. Когда ты вот стараешься, да, что-то делаешь, 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 а любят в итоге, в итоге, в итоге, ну, больше кого-то другого. Вот. То есть, вас в данном, в данном случае довольно легко можно понять. Больше интересно, почему так происходит. Да, больше интересно, почему, ну, как так получается, что вот вы стараетесь что-то делать, а любят, как бы, ну, не вас. Да, любят больше другого человека. Вот. Лично я думаю, что подобное связано с тем, как вы преподносите, в том числе. То, что вы делаете, вот, то есть, если вы преподносите, то, что вы делаете, вот, таким образом, что вы это делаете из чувства, например, долга, если вы преподносите это таким образом, что вы делаете это, потому что должны... Если вы преподносите это так, что вы делаете это, ну, вот, как-то по такой, вот, причине, да, что, там, допустим, ну, допустим, допустим, что вы делаете, как-то вот, ну, игнорирует себя, вот, ну, например, вот, игнорирует себя, игнорирует, значит, свои потребности, например, вот, ну, вот, как бы, здесь в таком случае получается, что как-то, как-то вот все это, ну, мимо, мимо кассы получается. Вот, понимаете ли? И, на мой взгляд, на мой взгляд, вам здесь можно желательно учиться, ну, прикручиваться к себе. Вот. И проявлять любовь не так, как вот, грубо говоря, вам кажется необходимым, а так, как хочется, вот. Да, немножко разные вещи, вот, но мне думается, что так вы никогда не делали, вот, почему-то мне так кажется, да? То есть здесь вот как будто бы вы, ну, знаете, как будто бы вы завидуете немного бабушке, как будто бы, как будто бы, вот, вы завидуете, что, ну, вы завидуете, что ее любили больше, чем вас, вот, хотя делали вы больше, чем она, по вашему мнению. Я обеспечиваю семью, бабушка умерла от тяжелой онкологии, я до сих пор себя виню, то не смогла ничего сделать и помочь ей. Сочувствую вам, что вы себя вините, это, безусловно, очень болезненная история, вот, что вы себя вините и потеря получается вашей маме, это всегда травма, вот. С чувством вины можно поработать, но я думаю, что, как-то вот мне видится, что вы об этом не поговорили, ну, то есть вы не проговорили, знаете, вот свое чувство вины, которое у вас, ну, возникло, которое у вас появилось, да? То есть вы его не проговорили, вы его не прожили, вы его, что называется, не отреагировали, вот. Достаточно здесь было бы, в принципе, дать волю, дать волю этому чувству, чувству, что вы виноваты, например. И посмотреть в сторону, в сторону того, чтобы, вот, извиниться, например, перед бабушкой, да? Хотя бы, вот, с помощью, ну, с помощью психолога, например, да, извиниться перед ней, освободиться от чувства вины, вот. Чтобы она, там, так сильно не мучила, вот, не привозила, ну, чувства вины, чувства вины, я имею в виду, вот. И чтобы вы все себя, вот, ощущали лучше, вот. Но, конечно, хотелось бы обратить ваше внимание здесь на то, что, вот, вы, как будто бы, очень много от себя требуете. Понимаете, да? То есть, как будто бы, вы, вот, все время, любовь, ты пытаетесь заслужить, вот, все время, тем, что работаете, работаете, работаете. А, как будто бы, вот, ну, не очень, это получается, как вы, вот, ну, как вы можете видеть, да? Вот, не очень, не очень, не очень, у вас получается, как бы, выстраивать отношения с, допустим, своими родными. Вот, потому что вы все время, мне кажется, именно что пытаетесь любовь заслужить. Вот, ну, и, очевидно, за что еще вы себя вините, это за то, что, вроде бы, чувствуете, что это ложные бабушки, но, в то же время, как бы, ну, на нее, по всей видимости, вы злитесь, вот. Вот, прямо, это еще и чувство злости, вот, которое человек, вот, оно как-то вытескает, в данном случае, да, вот, и не позволяет ему быть, вы себя, получается, там, здесь тоже подавляет. Сейчас я уехала работать за границу, приехала, предположительно, на месяц, но задержалась на три. А, почему приехали, почему, собственно говоря, задержалась? Ну, наверное, ведь, какие-то причины были для того, чтобы вы задержались? То есть, вам либо хотелось этого самой, то есть, самой хотелось задержаться, вот, либо что-то еще. Вот, поэтому здесь, ну, было бы, наверное, неплохо этот аспект тоже разобрать, чтобы вы за себя как-то вот, ну, постарались понять, чего же вы задержались. Вот, не в том смысле, что вы не должны задерживаться, а скорее в том смысле, что какова причина того, что вы задержались, вот. Дальше. У дочери есть парень, ему 21, они хотят пожениться, теперь она очень злится на меня, что я не уезжаю и мешаю, хотя живут в моей квартире и на мои финансы. Мне так обидно и больно, что я злится на вас, по той причине, что попросту не привыкла, не привыкла, что вы рядом и не знает, как себя с вами видеть, не знает, чего от вас ожидать. Вот, по-видимому. И, соответственно, чувствует, что вы угрожаете ее личным границам, по этой причине, по причине именно того, что не совсем понятно, как себя с вами вести. А как себя с вами вести не понятно, потому что вы это не выражаете. Понимаете, да, то есть вы никак не выражаете, как себя с вами нужно вести, как вы хотели быть, чтобы себя с вами вели. Ведь для этого нужно выразить свое желание, для этого нужно заявлять о себе. А если вы, условно говоря, о себе не заявляете, если вы не привыкли как-то вот заявлять о себе, то у человека в данном случае вполне логично, как мне кажется, может появиться тревога относительно того, что я не знаю, что с собой делать. Вот. А, кроме того, здесь имеет место быть ваши ожидания, то есть вы чего-то ожидали от своей дочери. Например, вы ожидали от нее, ну, допустим, вы ожидали от нее благодарности, к примеру. Да? Вот. За то, что вы ее содержите и так далее. Вот. И вы ожидали, что она будет вам благодарна, и вы не ожидали того, что она будет вас, ну, вот, пытаться отдалить, например. Да? Вот. Вот. То есть вы не ожидали того, что она будет злиться на вас и хотеть, чтобы вы уехали. Это некоторое несоответствие ваших ожиданий и реальному миру. То есть вы пытаетесь купить хорошее отношение, вот, пытаетесь купить, значит, любовь, получается, своей дочери, вот, а этого не происходит. Ну, наверное, потому что хорошее отношение не покупается, а хорошее отношение, в принципе, выстраивается только. Вот. Чтобы выстраивать хорошее отношение, вам, на мой взгляд, необходимо все-таки начать признавать и говорить о своих чувствах. Вот. Я верю в то, что для вас это может быть некоторой проблемой, потому что, ну, как-то вы не очень понимаете, ради чего вам сейчас жить. Да? То есть, вроде бы, вот, вы приехали из-за границы, предположительно на месяц задержались на три, почему, непонятно. Ну, в смысле, вот, непонятно, почему вы задержались, как бы, на три месяца. Вот. И вы говорите, что теперь не жить, то есть, как бы, я так понимаю, предполагая, опять же, что вы хотите задержаться еще на какое-то время. Вот. Но, опять же, как бы, причина задержки не совсем, совсем в данном случае ясна. На бытовом уровне необходимо учиться, так скажем, конструктивно, да, реагировать на злость вашей дочери. Вот. Вы почему-то решили, что она вас ненавидит. Ненависть очень сильное чувство. Я не думаю, что здесь речь идет именно про ненависть. Я думаю, что речь идет про обиду на вас, у нее, вот. То есть, это как-то вот, ну, на мой взгляд, надо бы разграничивать, да, обязательно. Вот. То есть, почему вы решили, что она вас ненавидит. Как бы это не было вашей проекцией, то есть, как бы вы, вот, сами, да, несколько, вот, не, ну, как бы вы сами несколько, вот, не решили, что она вас ненавидит, потому что, ну, потому что, потому что вы ненавидите себя, например. Вот. Да, то есть, вы себя обесцениваете, вы себя, вы себя как-то вот, ну, обесцениваете. Вы себя, значит, ну, вы обесцениваете себя, занимаетесь как бы самобесцениванием в данном случае, например. Присваиваете, как бы, подобное, подобное отношение присваиваете от своей дочери, например. Вот. Такой тоже может, может, может быть. Вот. Поэтому, а, если, вот, это, а, пак, да, если есть, вот, ну, вот, такой шанс, то это тоже крайне желательно отграничить. Вот. Ну, чтобы вам это не мешало, вот, потому что сейчас вам это, как мне кажется, довольно сильно мешает и отправляет вам жизнь. Вот. На самом деле это, как мне кажется, история про то, что вы не умеете общаться с своей дочерью. Вот. Вот. Вот просто не умеете общаться с своей дочерью, а нужно учиться это делать. Говорить о своих чувствах и отреагировать, высказывать, а, может быть, даже в какой-то степени обстаивать свою позицию, которая у вас есть. Но для этого нужно ее почувствовать. А это сложно, если вы ставите постоянно других, так как, например, бабочку или твою дочь выше, выше себя. Вот. Понимаете, да? Поэтому здесь вопрос, скорее, вот, на открытие и проживание, в первую очередь, ваших собственных эмоций, чувств и выход из травматичного состояния. Вот. Понимаете бы, то есть, по факту вы сами, как мне кажется, близости эмоциональной очень хотите, но по факту вы ее все время избегаете сами. Вы ждете того, что вам, вас будут любить, вас будут ценить, но при этом сами преподносите себя как вот некий такой обслуживающий персонал. Вот. И, в итоге, вам больно и обидно. Больно вам, потому что то, чего вы ждете, не сбывается, ну, не сбывается, как бы, да? Больно вам от того, что то, чего вы ожидаете, не получается. Вот. И, к сожалению, да, к сожалению, это правда не получается. И, к сожалению, правда, не получится, пока вы будете вести себя так, как ведет. Вот. А вот эта модель, она, ну, не работала. Как вы, наверное, уже поняли. Ой. А, по всему, на мой взгляд, в данном, ну, вот, конкретном случае, работа должна вестись в нескольких, как мне кажется, направлениях, да, с одной стороны вот. Работа с вашими собственными переживаниями, травмами, внутриличностными проблемами, вот. И налаживание контакта с дочерью с учетом всех особенностей ее и ваших. А, с другой стороны, это все-таки обращение внимания на внешний мир, на себя и, как бы, прикосновение к тому, что вам, например, могло бы быть ценно важно и интересно. Чтобы, ну, условно говоря, было что, вот, например, демонстрировать, допустим, ну, другому человеку, да, к примеру? Вот. Потому что сейчас, как мне кажется, там, демонстрировать особо нечего. То, что вы умеете это, вот, работать, а, для, там, ну, для други, для других, к сожалению. Вот. А хорошего из этого получается что-либо когда-либо редко. Вот. Вот, в принципе, такой ответ я мог бы вам дать. Мне показалось, что вы по большому счету хотели просто пожаловаться, вот, рассказать о своих призываниях. Я вам, я вам сочувствовал, но вы поймите, что на сочувствие далеко не уедешь, нужна работа. Вот. С виной, с обидой и так далее. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, а дочери, или даже не дочери, а в начале просто, вот, можно попробовать, вот, будучи одной, просто вслух скажите о том, что вы чувствуете по отношению к своей маме и по отношению к своей дочери. Вот просто попробуйте озвучить свои чувства, что вам хочется, вот, за что вы виноваты себя чувствуете, вот. В неком идеальном мире было бы здорово, если бы вы и дочь вместе обратились к психологу и откровенно поговорили друг с другом. Удачи вам, всего самого доброго. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам.